Добрый день, друзья! Приветствуем вас на нашем новостном канале Огонек. Тех, кто не подписан, просим подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Приятного просмотра! Друзья! Наверное, трудно найти сегодня человека, который бы не был знаком с творчеством талантливого советского актера Андрея Миронова. Многие до сих пор с удовольствием смотрят фильмы с его участием. 12 стульев, бриллиантовая рука, невероятные приключения итальянцев в России и многие-многие другие. К сожалению, актер прожил яркую, но короткую жизнь. 16 августа 1987 года Андрея Миронова не стало. Во время гастролей театра в Риге, на спектакле «Безумный день» или «Женитьба Фигаро», недоиграв последнюю сцену, Миронов потерял сознание на сцене, спектакль проходил в здании Рижской оперы. Его отнесли за кулисы и вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали обширное кровоизлияние между полушариями головного мозга. Обследование сосудов выявило гигантскую аневризму, в диаметре она была больше 2,5 см. Ее разрыв повлек за собой нарушение жизненно важных функций, в частности дыхание, и, как следствие, потерю сознания. Андрей Миронов скончался, не приходя в сознание, 16 августа 1987 года, в 5.35, на 47 году жизни. Уйдя из жизни так рано, актер оставил после себя не только творческое наследие. От брака с первой женой, заслуженной артисткой РСФСР Екатериной Георгиевной Градовой, у него осталась дочь Мария Андреевна Миронова, которая тоже связала свою жизнь с театром и кино. В 2020 году ей присвоили звание народной артисткой Российской Федерации. 4 июня 1992 года у нее родился сын, которого в честь легендарного деда также назвали Андреем. Внук Андрея Миронова, Андрей Удалов также пошел по стопам своего деда. Сейчас ему 28 лет, он актер, служит в театре Вахтангова и совсем недавно получил свою первую и сразу главную роль в большом кино. В 2019 году он сыграл главную роль в фильме «Спасти Ленинград», фильм основан на реальных событиях и посвящен 75-летию снятия блокады. У Андрея есть девушка, Ксения Панасис, с которой он познакомился еще, будучи студентом МГУ. Сегодня Андрей и Ксюша живут отдельно от родителей, в собственной квартире на Арбате и постепенно вьют собственное семейное гнездышко. Мария Миронова очень рада за сына и надеется, что он не повторит ее ошибок и построит настоящую крепкую семью, о которой она всю жизнь мечтала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok